Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет бой на бою 4 на стоковом танке. Хочу запустить рубрику про стоковые танки, что даже на них можно наносить неплохой урон за бой. И вообще можно не играть, потому что многие бывают, пишут в боях, типа, мол, я сток, мол, я... На меня не надеетесь там, и всё в этом роде, в принципе, да? И сливаются, ничего не делают и так далее, но в этом бою можно просто увидеть, что даже на стоковом танке можно что-то делать. Тем более КВ-4. Да, он бронированный, я не спорю, но, в принципе, у него скорость небольшая, как бы, да, и компенсируется бронёй. Пушка стоковая у него, в принципе, не очень. Она косая, как деструкторы все. Но этот бой покажет всё с точностью, да, наоборот, что можно даже на этой пушке попадать даже с большого расстояния. Но оно, в принципе, не в каждом бою так получается. Тут всё зависит от вашего везения, в принципе, да? А как мы сами знаем, в танках везение такое себе, да? Тут на расстоянии я попадаю в 44-го. Он, наверное, в шоке, не знаю, не ожидал он или ожидал. Вот. Я спускаюсь вниз, к центру, потому что понимаю, что противники объезжают круг. Наши, в принципе, тоже. Нет бы развернуться, встретить. Встречает только одна ПТ-шка наша, да, получается? Да, ПТ-шка японская. Тут уже появляется двое противников. Я не замечаю их сначала. По мне, Рушка отстреливает. Я отстреливаю в ответ по Рушкиной 4-2-4. Сзади появляется ИС-3, который благополучно не пробивает меня, так же, как ИС-44. Рушка опять же меня пробивает просто. Я тут пытаюсь как-то по ИС-3 дать, но пушка не опускается. Тут я маленечко подъезжаю, или пригородчик повыше, и даю ему Плюшку. По мне, опять же, Рушка отстреливает. Она какая-то ненасыпная. ИС-3 меня опять не пробивает. ИС-3 вкатывает в мою сторону. Я его забираю. Тем временем уже 1300 заблокированного. 1500 я нанес урона, получается. Тут я пытаюсь Рушка выцелить. Вот. Суть в чем? Я хочу запустить рубрику, что даже стоковый танк может. Да, ну, мы назовем либо ее так, либо сток из Рео. Суть в том, что я хочу, чтобы другие игроки скидывали реплеи, кто желает. Кто... У кого результативные бои на стоковых танках, кто, в принципе, даже не на стоковых танках, скидывайте мне бои. Будет почта в описании под видео, либо ВКонтакте ссылка на мою страничку, можно будет туда кидать. Тем временем уже 1900 у меня урона в копилке. Я в центре просто окопался тут. Меня не выкурит ничто. В принципе, на меня толком внимания не обращают. Только Т-34, в котором я благополучно попадаю. Заметьте то, что каждый выстрел проходит, да? И каждый выстрел не с полной сводкой практически, кроме вот этого, который был последний, да? Тут я сейчас заберу, помогу СУ-152 на расстоянии просто. Тычки залетают вообще просто. 2 600, 2 700, да? Вроде бы бой на мастера идет к тому времени, но урона мне не хватит просто. Вообще не хватит. Да и, в принципе, сами видите концовку. А так можно было в стоке получить мастера. Это была бы вообще пушка на самом деле. Ну, я думаю, получали игроки на стоковых танках. На 500 проходит на максималочку. И вообще огонь. Тут меня стоковый взбирает. Если бы он меня не забрал, не пробил, я бы ему еще тычку мог бы дать. И, возможно, бы я получил мастера. Либо там, если его убил, только там повезло бы с поджогом и так далее. Было бы вообще огонь на самом деле. Ну, я нанес 3 100, получается. Я не успел даже сделать круг по карте. Я просто встретил противников, получается. Правда, не один. Я в центре окопался. И вот, 3 100 в копилке. 3 200, можно сказать. 3 200 в копилке. Вот, забрали 49-го. Танк, в принципе, полностью у меня стоковый был на тот момент. Так что, судите сами. Смотрите. 3 200 нанес. Первую степень. Мастера я, конечно, не получил. Я, конечно, не получил. Но ничего страшного, в принципе. Птички у меня там чирикают. Ну, в принципе, всё. Суть я донёс. В принципе, да. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки. Не забываем комментарии. И скидывайте свои реплеи. Буду ждать, ребят. Всем пока-пока. Увидимся ещё. Субтитры сделал DimaTorzok